Антон Павлович Чехов По мотивам рассказа «Цветы запоздалые» Читает Валентина Мельникова Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле, и страшно было идти домой. «Я кончу», — сказал доктор. «Вы свободны». Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него. «Не гоните меня!» Прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом. Из глаз ей брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла. «Я люблю вас, доктор». Прошептала она. И красная заль, как следствие сильного душевного пожара, развелось по ее лицу и шее. «Я люблю вас», — прошептала она еще раз. И голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбу устала. А доктор, доктор покраснел первый раз за все время своей практики. Глаза его замигали, как у мальчишки, которые восстали на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слыхал он таких слов и в такой форме ни от одной женщины не ослышался ли он. Сердце беспокойно заворочилось и застучало. Он конфусливо закашлялся. «Миколаша!» — послышался голос из соседней комнаты. И в полуотворенной двери показались две розовые щеки его губчихи. Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придраться хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения. Когда через десять минут он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола и вместе с прядью волос. Маруся была безчувствована. Топорков, красный, стучащим сердцем, тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и, сам того не замечая, порвал ее платье. Из всех оборочек, щелочек, закоулочков платья посыпались на диван его рецепторы. Его карточки, визитные и фотографические. Доктор прознал водой в ее лицо. Она открыла глаза, приподнялась на локоть и, глядя на доктора, задумалась, ее занимав вопросом, где я. Люблю вас, простонала она, узнав доктора. И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек. «Что же я могу сделать?» Спросил он, не зная, что делать. Спросил он голосом, который не узнал о Марусе. Немерным, не отчеканивающим, А мягким, почти нежным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова